2 миллиона 200 тысяч туристов. И это всего за один год. С такими показателями Алтайский край держит лидерские позиции по количеству мест размещения отдыхающих во всем Сибирском федеральном округе. Накануне министр экономического развития страны Максим Решетников оценил главные туристические места региона – Белокуриху и Березовую Катунь. Алтайский край действительно эффективно доказывает, что туризм может быть реальным драйвером развития экономики. Причем не когда-то, а что называется уже здесь и сейчас. И достаточно сказать, что Алтайский край привлек в бюджет, получил вернее в бюджет от туризма 2 миллиарда рублей в прошлом году. И это уже такой существенный сектор экономики. Здесь уже много что есть. Здесь есть жизнь. И жизнь Виктора Петровичева команда за последние 5 лет сюда реально вдохнули. По количеству мест размещения и по их вместимости Алтайский край находится на первом месте в Сибирском федеральном округе. Но наши соседи, коллеги, наши добрые друзья, конечно, не дают нам стоять на месте. И для того, чтобы оставаться первым, надо бежать еще сильнее, чем ты делал это в предыдущее время. В регионе ожидают, что число гостей будет только расти, а значит, необходимо строительство новых отелей. Не так давно Алтайский край получил самую большую федеральную субсидию на строительство модульных отелей – более 900 миллионов рублей. В прошлом году удалось привлечь рекордный за последние 5 лет объем частных инвестиций – более 2,5 миллиардов рублей. Сегодня в нашем портфеле 41 подписанное соглашение на общий объем инвестиций в области туризма и индустрии гостеприимства на общую сумму около, ну или чуть-чуть больше 50 миллиардов рублей заявленных. Это примерно 4,5 тысячи номеров и 4 тысячи рабочих мест. Проекты эти должны быть реализованы до конца 28-го года. И со своей стороны мы будем делать все, чтобы у наших инвесторов все получилось, все сложилось. Во время рабочего визита Максим Решетников заявил, что Минэкономразвитие поддержит создание особой экономической зоны на территории Белокурьих и Горной. То есть в будущем этот режим будет распространяться не только на Бирюзовую Катунь. С брендингом регион поработает. Понятно, что там уже не Бирюзовая Катунь, но, в общем, это, наверное, вопрос решаемый. Там позволят это решить в том числе и вопросы, связанные со строительством новых объектов. В Уэзе там особый порядок, поменьше, скажем так, природоохранных требований, потому что там аккуратно идет использование. В общем, тоже можно шагаться. Да, с одной стороны, там географически далековато, наверное, да. Ну, с другой стороны, там полтора-два часа для сибирских просторов, в общем, время доступное. Кстати, налоги, полученные от туристической деятельности, расходуются на развитие всего края. Ремонт и возведение школ и детских садов, больниц, строительство новых дорог и благоустройство. Ирина Корчегина, День с толком.